итак азимая пшеница предшественник соя так получается что она только вышла посев был достаточно такой из того что осенью не было влаги ну в рай как бы именно в момент сева и она появилась только уже где-то в конце сентября сходы были естественно здесь недружные и дружность она была где-то уже так октябрь где-то наверное в ноябре как-то все подравнялась более-менее вот такой вот посев ушел в зиму целом все живое сейчас я откопаю рядочек посмотрим что у нас здесь именно корневая система какая она но на зимы еще как бы не такие активные потому что даже вот возьмем почему потому что они только-только выходят из спячки хотя вегетативная масса она уже начинает наращиваться но в то же время развитие корневой системы я вообще не замечаю потому что в основном мы как бы смотрим на были на появление там первого того же корешочка но его даже сейчас нет до сих пор нет хотя он некоторых посевах на более сильных посевах он уже есть вот он то есть что касается вот я всегда говорю о том что аэробный слой вот она аэробный слой вот она питания вот здесь как раз питание меньше всего это вот превращение почвы в мир козит как бы в минерал это уже глубина больше десяти сантиметров особенно на почвах с высоким содержанием гумуса то есть поэтому тяжелой почвы желательно рыхлить вот этот слой позже он будет очень твердым почва слежится она будет такая структурная сейчас я попробую проверить электропроводность этого ну как бы вот что-то есть но не так много когда она высыхает она становится очень структурный вот они эти комочки они даже это вот под действием аэробного а вот это вот почва под действием аэробных бактерий ведь она такая мелкая не умеленькая структур к то есть она не грубая такая зернистая это это зернистость не такая как так ну здесь конечно же есть черви не уже проснулись они уже вовсю тут работают то есть эти по это поле она подвергается и вспашки и я хочу сказать что структура не даже вот особо не меняется во всяком с почему потому что ну черноземы они очень легко восстанавливаются в плане структуры из-за того что там есть как бы вот такие два процесса про влияет на почву и и как бы восстанавливают вот вот он этот чаще всего вот здесь питание растений меньше всего берут и особенно это актуально на нуле почему потому что на нуле по этой причине нужно выносить ну больше удобрений ну со временем или сразу из-за того что почва с высоким органическим веществом начинают ну консервировать питание то есть если вы раньше вы на классике получали больше когда переходите на ноль получаете меньше в основном все это связано вот с этим с тем что у вас появляется явный аэробный слой и анаэробный слой анаэробный слой чаще всего не отдает и а наоборот консервирует с одной стороны это неплохо потому что с точки зрения земледелия с другой стороны когда у вас не хватает средств на удобрение конечно вам тяжело себя в итоге потом перебороть при переходе на ноль но опять же нулевые технологии они все же больше актуальны на на юге и менее как бы они актуальны и на давайте будем на на говорить о прямом пассиве прямой посев к примеру будет эффективнее в южных регионах как технология да тут надо разделять что технология в южных регионах прямого посева или нуля будет актуальнее чем северных регионах и в северных регионах это больше стратегия потому что там нужно просто больше техники больше техники и а техники это не хватает и здесь приходится прибегать вот к таким уловкам как прямой посев и это срабатывает это срабатывает как по стратегии это срабатывает очень хорошо так что вот так